США платят за кражу сирийской нефти в Дейер-Эс-Зоре жизнями американских солдат. Кража сирийской нефти, сотрудничество с курдскими боевиками и притеснение местного населения. Военный эксперт Борис Рожин объяснил Федеральному агентству новостей, почему американские военные все чаще становятся жертвами нападений. Сирийское информационное агентство САНО сообщило о нападении неизвестной вооруженной группы на совместный патруль американских военнослужащих и курдских боевиков из сирийских демократических сил СДФ в провинции Дейер-Эс-Зор на востоке страны. Согласно представленным данным, совместный патруль американцев и курдских боевиков был атакован недалеко от населенного пункта АЭС-Сувар, рядом с которым находится одно из крупнейших нефтяных месторождений Аль-Амар. В результате нападения погиб один офицер вооруженных сил США, а также два курдских боевика из СДФ. После перестрелки другие военнослужащие США были доставлены на американскую базу Аш-Шададе на юге провинции Хасака. Вместе с ними туда были отправлены и курдские боевики. В настоящий момент ни одна из вооруженных группировок не взяла ответственность за нападение на американцев и их сателлитов из СДФ. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра Кассат Борис Рожин в беседе с Фан объяснил, почему за нападением на военнослужащих США и проамериканских курдских боевиков могут стоять самые разные группировки. Противостояние с США. По словам собеседника Фан, нападения на американцев на территории Сирии осуществляются разными силами. Известно о нападениях как со стороны исламского государства, так и со стороны провластных и даже протурецких группировок. Все они в определенном смысле действуют против присутствия американских военных в этом регионе. У нападавших разные мотивы. ИГИЛП и протурецкие группировки таким образом усиливают позиции туркоманских и арабских групп, чтобы Анкара имела больше влияния в Сирии. Однако, поскольку часто никто ответственности за нападение на США в Сирии не берет, порой трудно установить конкретную группировку, устроившую атаку, замечает Борис Рожин. Курдские боевики – инструмент поддержки влияния США на востоке Сирии. Федеральное агентство новостей ранее публиковало крупное расследование, которое показывало тесное взаимодействие американского военного контингента в Сирии с курдскими вооруженными формированиями из сирийских демократических сил. Именно боевики из СДФ помогают американцам обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями и занимаются продажей нефтью в Ирак. Эти же данные подтверждались заявлениями представителей официального Дамаска и Минобороны России. По словам Бориса Рожина, нет никакого секрета, что американское военное руководство осуществляет координацию с курдскими боевиками. В пример, военный эксперт привел курдские силы безопасности Асаиш, которые плотно работают с американцами и являются одной из главных организаций, помогающей США поддерживать оккупацию восточной части Сирии для контроля над нефтяными ресурсами и Карас за последние годы. Сначала была борьба с ИГИЛ, потом с иранским влиянием, но потом якобы защита нефти. Однако экономические обоснования присутствия США в Дейер-Эс-Зоре тоже есть. Благодаря продаже краденой нефти идет финансирование курдских боевиков и осуществляется помощь ряду американских бизнес-корпораций, замечает собеседник ФАН. США должны покинуть Сирию. Военный эксперт Борис Рожин обращает внимание, что единичная атака вряд ли вынудит США покинуть Сирию. Однако если нападения станут регулярными и будут вести к потерям, Вашингтон задумается как минимум над уменьшением своего контингента. Политика США в регионе не может быть вечной, что и видно по атакам, а также изоляции американского присутствия в Сирии. Сирийское правительство уже сейчас занимается этим вопросом, балансируя между операцией по очистке ИДЛИБа от террористов и усилением влияния на Востоке. Постепенно туда подтягиваются не только военные, но и гражданские и инженерные специалисты. Дамаск сможет с решением проблемы в ИДЛИБе увеличивать ресурсы для усиления давления на американское военное присутствие в Сирии, заключает Борис Рожин. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.